Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан. И сегодня у нас аргентинская реакция от нашего латиноамериканского друга Феде Сикаро. Для нас он просто Феде. Его первая реакция набрала свыше 100 тысяч просмотров. Эта реакция будет на песню Metal Mask. Всем приятного просмотра. Поехали! Всем привет и это Феде Сикаро и у нас новое YouTube видео. Всем-всем добро пожаловать на наш канал. Я вам премного благодарен. Дядь Коля из Шимкента, теть Гули из Дербента, всем Агашкам, Татешкам, Апашкам и конечно же Аташкам и Ажешкам. Сегодня у нас чрезвычайно грандиозный анализ, потому что выступает с песней. И причина еще в том, что все, кто рекомендовал эту песню, говорили мне, что здесь он взял ноту Р8. В это очень сложно поверить, а точнее невозможно. Давайте глянем, что будет в этом видео. Посмотрим, что он сделает на этот раз и попытаемся объяснить это. Но честно, я не верю, что это осуществимо. Но есть два момента, которые меня в этом переубеждают. Во-первых, это ваши слова. И во-вторых, мы все-таки говорим о Димаше. А этот человек удивлял меня в каждом своем выступлении и открыл для меня новые грани мужского голоса. И я не удивлюсь, если все, что вы говорите, окажется правдой. Какая куча народу. Думаю, позже у меня получится разглядеть, сколько там людей. Целая толпа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне так нравится эта оркестровая атмосфера в этой песне. Полагаю, что позже, когда песня раскроется, то появится много дополнительных инструментов, которые заполнят все пространство в этой песне. Пока я заметил, что в главной мелодии куплета аккомпанирует виолончель. Там примерно такая мелодия. Эта мелодия хорошо сочетается с последовательностью аккордов на заднем плане. И как я говорил, это виолончель, наигрывающая схожую мелодию. Продолжение следует... Продолжение следует... Какой же сердцвет наш Димаш. И неплохо было бы сказать то, что мы уже знаем о Димаше. У него такие чистые мелодии. У него такая безупречная техника. Он споет все, что угодно. Шепотом так шепотом. Если нужно прям бахнуть, он бахнет так, что мама не горюй. В общем, как захочет, так и поет. Этим он и отличается от других. Мы уже были свидетелями этих чудес. Давайте смотреть дальше. Вот и виолончель заиграла. Вы услышали разницу в его пении после изменения вокального размещения. Он начал эту строчку почти шепотом, головным голосом. А потом переключил свой голос на грудь и зазвучал по-оперному. Это невероятно. Как можно вот так менять свое вокальное размещение? И при этом иметь столько баса в голосе. Это же чисто оперный голос. И больше всего меня удивляет, что он каждую минуту может менять свой голос. Он поет всю песню шепотом, головным голосом. И потом в одну секунду случается вот это. Это просто неслыханно. Смотрите, сколько там людей. Движение, как в Москве. Можно увидеть вон тех людей вдалеке, благодаря вот этим огонькам. Такая толпучка. Невероятно. Ну прям очень и очень много людей. Началось? Субтитры создавал DimaTorzok Евпати Калаврати. Только что по мне проскакал целый табун мурашек. Да какой там табун? Просто полчища. Это и есть нота Р-8, о которой вы говорили? Давайте прослушаем еще раз и проверим, так ли это. Но я так не думаю. Видели, как он делал вот так с микрофоном? Отсюда и получается этот эффект усиления и затухания голоса. Это поразительно. Я думаю, дело не только в микрофоне. Мне кажется, он делает что-то с диафрагмой и гортанью, чтобы звучать именно так. Я проверил это на пианино, и это не нота Р-8. Это тоже довольно высоко, но это не нота Р-8. Сейчас я покажу вам это на клавиатуре и докажу, что это не та нота. Здесь он спел ноту Р-6. Теперь вы понимаете, почему в начале видео я сказал, что это невозможно. Спеть эту ноту Р-8, потому что в современном клавишном пианино всего 7 октав. Следовательно, там есть только нота Р-7. Там нет ноты Р-8. То есть последняя нота Р, которая здесь есть, это нота Р-7. Ее едва слышно, потому что это очень высокая нота для человеческого слуха. Но здесь я могу воспроизвести ноту Р-8. Послушайте, как она звучит. Проще сказать, что это вообще не нота, потому что ее толком не слышно. Просто представьте, самая высокая нота на пианино — это нота Си-7. И только с помощью программы я могу воспроизвести ноту до 8. Это же сдуреть, как высоко. И вы говорите мне, что Димаш взял ноту Р-8? Это же на целый том выше, чем вот эта нота. Я без понятия, каким образом ему это удастся сделать. И вообще, сделает ли он это? Давайте будем смотреть, что будет дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот это, наверное, и есть тот самый момент с нотой Р-8. И он взял ее в свисковом тоне, потому что такую ноту не взять ни головным, ни грудным голосом. Мы уже слышали, как он поет свисковым тоном в предыдущих видео. Я уже не припомню, в каком видео это точно было. Но он уже такое проделывал. И тогда я в это мог поверить. Но вот здесь мне до сих пор не верится. Это реально была нота Р-8? Я не верю своим ушам, потому что я никогда не слышал чего-то подобного. И вы заметили, до того, как он взял эту ноту, он будто что-то пел в микрофон. Но звука не последовало. Давайте еще раз на это посмотрим, потому что это не помещается у меня в голове. Вы видели, как он делал вот так? Но никакого звука не было. Хотя было видно, что он там что-то пел. Не знаю, что там случилось. Непостижимо. Это реально Р-8. Он сделал это. Еще и в такой позе. Да как он вообще выдал такой звук в такой изогнутой позе? При этом он еще и сидит на коленях. Я просто не могу в это поверить. Я вообще уже ничего не догоняю. Я никогда в жизни не смогу воспроизвести эту ноту. Но если предположить, чтобы взять такую ноту в свистковом тоне, нужно же хотя бы стоять ровно. Для того, чтобы легкие были не сжаты. Не понимаю я. Хоть убей. Как он это делает? Слушаем еще раз. Так там же не только эта нота. Мне кажется, он поднимается по восходящей. Я думаю, он начинает примерно с ноты до диез и достигает ноты ре. То есть он не сразу берет ноту ре-8. Вначале это нота до диез-8. И потом это нота ре диез-8. Потрясающе. Невероятно. Я послушаю это еще раз. Потому что каждый раз меня поражает что-то новенькое. Я послушаю это через новый год. Взащительный голос. Я послушаю это все. Я послушаю это новенькое. Ну что мне делать с этим пришельцем? С этим инопланетянином. Он просто безумец, который каждый раз выносит мою аргентинскую кукуху. Он поражает меня до такой степени, что я не понимаю, что происходит. Я не думал, что такое возможно. Етить твою за ногу, это же нота Ре-8. Всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной. Если вам понравилось это видео, вот я от него заразился и тоже начинаю говорить с такой же бешеной скоростью, как и он. Если вам понравилось это видео, то помогите мне в его продвижении. Поставьте лайк, напишите комментарий. Можете просто смайлик отправить, либо задать интересующий вас вопрос. Я все комментарии читаю и на всё, что могу, я отвечаю. Всех люблю, всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok